История спасения животных началась с видео в волонтерском чате. Шокирующие кадры. Полуживые, истощенные собаки едва перемещаются. Некоторые искалечены. По указанному соседями участка адресу отправилась волонтер Кристина Осьмухина. Девушка уже не один год спасает попавших в беду зверей. Но увиденное на этот раз показалось ей настоящим адом. По данным волонтеров, всего на участке порядка 50 животных удалось спасти 10. Собаки в крайне тяжелом состоянии. Внешний признак мы думаем, что их использовать для натравки, либо для боевки. Потому что собаки все истощены, очень агрессивны друг к другу. И, соответственно, имеют следы укусов, что характерно для таких мероприятий. Потом, конечно, будем искать вместе с приемом друг друга именно новые руки. Проселочная дорога. Рядом в сугробе лежали эти собаки. Они не ходили уже практически. Одна собака была покрупнее, ходила вокруг. Остальные собаки лежали, замерзали. Они все гладкошерстные. Питбули не созданы для содержания на улице, сообщила Кристина Осьмухина. Та самая, которая отправилась в СНТ выручать животных. Проявление садизма. Хорошо, что сейчас появился закон. И хоть какая-то минимальная часть этих преступлений начинает расследоваться. Ну и хоть как-то наказываться. Ну, надеемся, конечно, наказание возрастет гораздо больше. Потому что сейчас это живодер может отделаться каким-то штрафом. Редко очень сажают. Соответственно, вот за это я бы на самом деле сажал. По информации волонтеров, соседи на протяжении долгого времени слышали крики, визги. Жестокое обращение с животными предположительно продолжается уже не первый год. Что двигало владельцам животных? И почему в отношении него не было принято мер? Со стороны правоохранительных органов вопросы. Хотя соседи рассказывают, что ему уже выписывались штрафы за жестокое обращение с животными, он демонстративно продолжает игнорировать общественное мнение. Если подготовка к незаконным собачьим боям окажется правдой, то владельца ждет уголовное дело по 245-й статье Уголовного кодекса России. Жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по ней – до пяти лет лишения свободы.